Промсвязьбанк Геополитические события доставили немало трудностей не только банкирам, но и российскому бизнесу в целом. Мы для себя приняли, наверное, такой достаточно простой тезис, что мы готовы и мы считаем правильным помогать российской экономике и кредитовать хорошие предприятия в текущем времени. Да, пусть это стоит снижение нашей достаточности капитала до определенных уровней, но тем не менее мы осознанно весь второй квартал жили в ситуации, когда наша достаточность капитала по регуляторным российским требованиям была незначительно выше минимальных уровней. Вы все это видели, вы нас критиковали за это, что абсолютно правильно делали. Кредитный портфель Промсвязьбанка за первое полугодие увеличился на 11% и составил 607 миллиардов рублей. Эксперты предрекали в ближайшем будущем рост депозитов как юридических, так и физических лиц. Это наглядно прослеживается в представленной статистике банка. Несколько крупных корпораций принесли деньги в банк, разместили их на депозитах. Рост как раз на депозитах юридических лиц составил 21% за 6 месяцев, то есть достаточно большая величина. Что говорит о том, что российский частный банк в текущий момент времени может привлекать средства крупных корпораций, негосударственных корпораций, что, наверное, тоже очень важно. Также во втором полугодии 2014 года Промсвязьбанку удалось сократить долю неработающих кредитов, в том числе за счет списания и продажи порядка 4,1 миллиарда рублей корпоративной просрочки. В тот момент, когда просрочка возникает у банков, важно, чтобы банк эту просрочку зарезервировал полностью. Гораздо важнее это видеть тренд, то есть насколько прирастает количество клиентов, которые начинают не платить банкам. И, безусловно, этот тренд, он, к сожалению, растущий. Контролировать ситуацию с просроченной задолженностью Промсвязьбанку во многом помогает правильно выбранная стратегия. Уже в мае прошлого года мы начали закручивать гайки с точки зрения кредитования населения, с точки зрения ужесточения подходов к кредитованию малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, понимая, что темпы роста нашего кредитного портфеля и ростов наших активов для нас менее значимы, чем качество наших заемщиков. В ближайшем будущем банк не намерен отказываться от выбранных векторов развития, активно продвигая розничное и корпоративное кредитование. Мы продолжаем верить и продолжаем делать акцент на кредитовании розничных клиентов, на кредитовании малого и среднего бизнеса. Если говорить о клиентах корпоративного блока, то это факторинг, это международное финансирование. Вся эта продуктовая нарезка остается для нас стратегически важной, здесь ничего не поменялось. Единственное, что добавилось в 2014 году, мы решили для себя, что мы хотим в текущей ситуации начать выстраивать взаимоотношения с наиболее качественными заемщиками, которые раньше, к сожалению, не были клиентами Промсвязьбанка и предпочитали заимствовать либо у крупных государственных банков, либо на рынке капитала. Подводя итоги, Владислав Хохлов отметил, что Промсвязьбанк показывает положительные результаты по основным направлениям бизнеса. И второй квартал текущего года стал переломным моментом, когда банку удалось преодолеть некоторые трудности и снова занять стабильное положение. Второй квартал для банка был достаточно хорошим. 15-6% рентабельности капитала банк не видел, наверное, уже год. Но самое важное для меня, как для финансового директора, все-таки смотреть вперед, а не назад, с точки зрения тех трендов, которые мы увидели между вторым кварталом и первым кварталом. Мы видим уже результаты за два месяца третьего квартала, которые тоже обнадеживают о том, что тренд данной продолжится. И мы достаточно уверенно двигаемся с точки зрения выполнения всего бизнес-плана банка. Безусловно, есть те моменты, на которых нам нужно еще работать, нам не нужно расслабляться и надо двигаться вперед и выполнять те бизнес-цели, которые у нас стоят. И цели Промсвязьбанк ставят серьезные. К концу 2014 года, по словам Владислава Хохлова, чистая прибыль банка будет больше показателей прошлого года.